всем привет дорогие друзья очередной реплей власти не колец модом и на рад на сегодня в котором сражались призыв и никос 98 ривендау на мглистые горы давайте немножечко промотаем значит у нас никос стартует в мглистые горы с четырех тоннелей компактных должен признать тоннелей а никос развивается также но чтобы максимальное количество ресурсов заполучить строится казарма и здесь мы видим еще одно экономическое здание и казарма в центре с чемпионов но это на самом деле ошибка потому что тут нужны мечники определенно гоблинам сложно будет вначале снести это здание ну конечно если никто не будет мешать то они его заковыряют на мешать-то им кто-то будет и плюс само здание стреляет соответственно здесь выгоднее делать мечников потому что мечники могут еще вражеские здания снести ну ладно чемпионы тоже могут это сделать но как видите медленнее тем не менее рано или поздно они его заковыряют с одной казармы всего лишь играет никос это неправильно гоблин должен рашить рашить надо ну и есть исключение есть вариант при котором можно играть в одну казарму три страдки я бы наверное мог назвать кстати минус первый отряд мечников первая страдка это если вы пытаетесь прямо начале игры высадиться вы успеете где-то три отряда накопить то есть вы побежали рабочим строить на базе противника тоннель тогда с одной казармы играете да окей второй вариант если вы хотите миксить гоблинов и пауков тогда с двух казарм играть не выгодно потому что очень дорого так одно логово оттуда пауки одна казарма оттуда мечники плюс можно делать great и третий вариант если вы со старта делаете great 2 уровня чтобы делать мародеров это тоже может работать но эта тактика хорошо работает если не рашить немного закрепите потом уже более мощной пачкой напасть если же мы видим что просто развитие идет через гоблинов то 1 казармы мало слишком мало в это время уже три отряда у призыва лучники против гоблина мне кажется не очень хорошо зайдут их стоит строить только в случае если противник играет в троллей или дракона а в целом очень даже хорошо будет попытаться начале игры захватить таверну и нас память оттуда линдонов потому что линдоны могут в ближнем бою сражаться то есть можно будет и стрелять и сносить здание второй отряд лучников построен необычно на самом деле и сейчас ника смог бы легко их убить кстати но он решил что ему это не нужно делать почему-то здесь отряд лучников тусуется построил станы или с левой стороны и и я думаю он сейчас будет высаживать там что-то строится первая библиотека у призыва и третья казарма у никоса пока что ничего не происходит какая-то беготня можно было бы вообще особо здесь не париться потому что но малым слишком но вообще-то четыре отряда могут снести очень много ферме из них нормально кучка нуки но как видите здесь немного не получилось это все сделать у никоса в начале игры четыре отряда гоблинов мечников могут примерно три ключевых снести фермы если конечно ситуации идеально сложится для них новые отряды пробегают не понимаю почему никос так делает ведь у него есть здесь тоннели вот она прям под носом беззащитная ферма которую можно снести плюс у него есть тоннель здесь можно пробежаться зачем бежать по центру терять войска да и к тому же полива же противник же видит куда ты идешь в итоге как результат еще одни потери пусть и небольшие но все же это потери а призыв продолжает накапливать войска тем временем выход в кавалерию идет совершенно верно копейщики пытаются загрызть этот тоннель мы видим огромную пачку мечников на базе у никоса прям три четыре пять шесть семь отрядов да эти чельки могут очень много зданий снести но их уже ожидает сюрприз из конницы также лучники пытается вернуться на базу у меня прям какое-то жесткое чувство дежавю когда в ком-то реплее недавно тоже гоблин сидел на базе и младрис может сидеть на базе хотя я вообще ненавижу когда так люди делают но я могу понять почему им адрес сидит но у него библиотеки он себе можно накапливать войска я могу понять когда сидит из ингар потому что он может себе сделать бесконечно безграничную экономику я могу понять когда сидит лорин потому что он получает профит когда дефается ведь может накопить рано или поздно огромную пачку излучников и просто энтами продавить это я могу понять хоть и мне это не нравится но все остальные фракции сидеть не должны это просто ужасно туда не будет шансов у гоблина сражаться с армией младриса пачка на пачку это просто это не имеет смысла здесь слабые войска здесь мощные войска ну то есть это обречено на провал либо он придумывает может что-то другое еще какую а ну понятно ну все ясно пипец державю то же самое что было не совсем недавно точь в точь вот только у призыва есть неплохое количество лучников и если он вовремя запалит а он сейчас должен уже увидеть что там тролли идут ему надо всего лишь отправить этих лучников на базу они легко отобьют ролей кстати два тролля с дубинами крепость не снесут напоминаю что дубины режут урон они увеличивают сплэш но режут урон соответственно два тролля без дубин крепость снесут правда тут есть вышки это мы не учитываем если бы вышек не было с дубинами дубинами же не успеют к тому же учитывая что есть дополнительные вышки нужно больше троллей думаю штуки 4 будет достаточно это время вся пачка призыва сносит боевые здания строится даже 5 5 строится библиотека сейчас сдохнет один тролль но минус ключевая ферма но троллит от себя окупит кстати и это тоже появился гробок огромное количество в войском адрес просто гигантский на мой взгляд неправильно контролит сейчас своими войсками призыв к сожалению до теряет один отряд лучников если он хочет убить гробок а ему надо просто всеми отряд всеми войсками на него напасть не только лучниками это все-таки не троллит герой лучниками его будет неудобно убивать и мы видим как бы сразу же разницу до насколько быстро его убивают войска минус гробок он успевает призвать грабителей но как бы до грабители хороши против зданий и плохи против всего остального подходит рабочий 5 библиотек если бой хоть немного затянется то никосу будет очень плохо потому что очки он они уже копятся как видите кстати я забыл посмотреть на белки мы видим захват у никоса а вот он то есть билдом и бёрд были построены к тому же есть видимо странным покоцал этого тролля то есть считаем что это уже труп ходячий но есть нормальный тролль один но в целом если нормально контролить то билдом и бёрд крепость несут причем даже с грейдами и с вышками всеми это несложно но тут прикол в том что защиты больше никакой нет сейчас заберет крепость призыв да у него мало войск как видите тут чемпионы которые здание особо не сносят и немножко немножко мечников соответственно они крепость будут ковырять русский месяц на самом деле не будут потому что крепость их быстрее убьет чем они и и но тут нужен всего лишь один маг да в принципе призыв знает что делать строится еще казарма мне кажется ему надо было просто отойти отсюда не терять войска и все и просто подождать либо сносить экономику ухты какие-то баги но я бы советовал кстати их использовать в дальнем бою там больше урона у них вот обычные тролли они лучше себя показывают против зданий в ближнем бою а вот билдом и бёрд у них как бы все по-другому работает какая-то визуальная фигня у них что-то ноги растекаются ну что не гимнастикой занимались на минус крепость но вот вопрос теперь заключается лишь в том снесет ли крепость никос не понимаю чем он занимается а он решил захватить еще здесь крип то есть у него в принципе еще есть мыслишка как остаться бою зданий пардон войск здесь практически не осталось но там лучники наверное до грызут его до надо бы надо бы отступить тролли начали двигаться гробок умирает тролли сносят здание не не больно на это смотреть что у них с ногами нет я я не смогу поэтому буду пошутить у меня только какие-то ассоциации с комиксами возникают да но не будем о плохом минус копейщики крепость обстраивается но против этих парнишек нужны играйды стрелу и прикол в том что призыва экономика хуже но у него есть у призыва есть призыв бадумц если ему повезет и выпадет легалаз с лихолесами это легко можно будет задаваться а так в принципе не важно что выпадет можно троллей поубивать хотя бы частично даже в самом плохом случае если например гномы выпадут то частично можно будет но смотрите сейчас никос не тупит но обычно кто-то побежал бы из новичков крепость сносить он же делает все правильно он методически зачищает всю базу чтобы не было никаких проблем с потом с войсками то есть он делает так чтобы противник не смог притащить сюда подкрепление но призыв при этом решил позабить на базу и просто здесь развиваться прикольно но смотрите как все резко поменялось а третий тир заюзлась с левой стороны но это конечно же ошибка слишком большую ставку он делает на свою крепость но конечно опять таки из-за того что никос затупил и в ближнем бою пытается сражаться то очень много он троллей потеряет но у него есть дополнительные до крепость пойдет у него слишком много дополнительных троллей остается повезло по сути если в этом матче выиграет никос то я могу сказать что призыв проиграл из-за того что эту обилку кинул не туда если бы он кинул ее на базе он бы выиграл или хотя бы остался бы ну блин он бы остался с этой застройкой и с крепостью то есть который еще и защищает защищала кучу экономики а так мы видим от зеркаливание сейчас никос будет застраивать здесь территорию при этом он работает над сносом зданий противника это кстати почему я не советую новичкам играть взаим-адрес вот она классическая хрень очень жаль разделять войска потому что они очень дорогие поэтому как бы бегает призыв одной пачки хотя ему надо было по факту 1 мага и отряд лучников в одну сторону отправить 1 мага и 2 отряд лучников другую сторону и мечников еще в какую-нибудь задницу и побыстрее сносить здание просто-напросто побыстрее все зачистить у него остается три казармы и святилище конюшня и очень малый запас предела населения то есть слабая экономика сильно слабая немного странно прозвучало но что поделаешь я поэт смотрите а маг огня кстати против конницы вообще не тащит мало урона вливает по ним кто бы мог подумать правда другой стороны тролли тоже не особо тащит против мага мало урона по нему вливает но зато да экономика разрушена в основном снова бил тома бёрд нужно отступать лучниками срочно но не видит этого призыв прям вообще тупо игнорит самую большую угрозу игнорит сейчас он у начали лучники стрелять на их так мало уже осталось а я думаю что у них больше нет шансов здесь надо магов забирать мага точнее хотя он может быть нет это один маг надеж 2 а вот 2 вообще забыли и здесь три тролля офигеть уникаса два рабочих стать ему вообще шикарно он себе там отстраивается 750 на 290 ему больше ничего вообще не надо делать строить только одних троллей и он выиграл я гарантирую и вот так вот делать то что он делает ну прикольно кстати я в начале матча боялся что будет нудятина потому что снова гоблин который сидит на базе ничего не делает но как оказалось у него был план и он его придерживался и план сработал в коем-то веке неплохо смотреть практически все здание зачистил при этом по сути и не пытался особо сражаться с врагом здание уникасу призыва не остается пытаются сбежать рабочим но проблема то в том что тоннеле они все видят здесь немного конницы и и все это победа казарма последние да да призыв потерпел поражение вот такие дела всем спасибо за внимание если вы хотите подписаться установить игру поиграть по сети вступить чат в чат для игры по сети прислать реплей чтобы его откомментировал и так далее то загляните в описании под роликом там есть вся нужная для этого информация я с вами прощаюсь до свидания